Всем привет! Сегодня за моей спиной интересный автомобиль Ford EcoSport. Это такой мини-кроссовер от компании Ford. Чистый 2020 год, пробега всего 7000 километров. О нем сегодня и пойдет речь. Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Стоит эко-бустовский двигатель мощностью 1 литр, то есть он на Ford сейчас популярен в Европе. Ну тут все как бы родное, новое и целое. Автоматическая трансмиссия, судя по всему, роботизированная. Сейчас мы в процессе эксплуатации, точнее вам скажу. Ну что здесь новая машина 7000 пробега, о чем тут говорить? Двигаемся дальше. Так, из повреждений, что здесь было? Были ударены две двери, менялись оригинальные двери. Вопросов больше здесь никаких, по сути, нет. С этой стороны все хорошо. И с задней левой стороны было, получается, отторное колесо. Здесь менялась балка, тоже оригинальная, с пробегом маленьким, с машины, с донора. Как бы все сделано, а вот тогда колесо заднее делает. Все безопасность родная. Машина еще, по сути, не прошла обхат. Мне кажется, нет вопросов. Пошли смотреть внутрь и думать, что там да как. Сейчас фотографии с аукциона только вам приложу. Так автомобиль выглядел на аукционе до восстановления. Комплектация у нас есть. Бесключевой доступ. Ну, электропакет, электрозеркала, все это понятно. Есть противотуманки и датчик света. Разумеется. Значит, управление здесь круиз-контролем, бортовым компьютером. Мультимедиа, хенс-фри, все здесь, лосовое управление. Вот пробег. 7508 километров на текущий момент. Что у нас есть еще? Вот такой вот мониторчик есть. Бесключевого доступа, разумеется, в копилку идет кнопочка старт-стоп. Есть люк. Есть люк. Ну, кстати, даже таки очень неплохо она упакована. Очень интересный красотер. Дальше. Есть климат-контроль. Два USB разъема. Система старт-стоп. Автоматически можно включать-выключать. Ну, и трекшн-контроль вот здесь отключается. Коробка с возможностью ручного переключения. Я так понимаю, что по типу повершифта коробка только более свежей какой-то генерации. Вот вроде бы... Ну, вроде бы все я здесь прошелся. Показал, рассказал состояние салона. Ну, не может быть никаким другим, кроме как нового. А именно вот таким. Вот таким. И вот таким. На водическом сидении есть электропривод. Тоже бонус. Дата производства у нее февраль 2020 года. Двигаемся дальше. Я, кстати, не обратил внимания, что здесь же есть еще и подогревые сидения. Это как бы очень хорошо, потому что в Америке всякое бывает. А здесь есть. Ну, на задней галерке, скажем, приятно удивлен, потому что, хоть это и кроссовер, но он достаточно компактный. Я сижу сам за собой с ростом 193 сантиметра. Не подпираясь коленями. Сижу удобно. В потолке сделана выборка специально для меня. Вот, чтобы я не упирался головой. Могу только немножко волосом касаться. Но, тем не менее, могу сидеть. Галерка максимально такая, скажем, плоская, ровненькая. Но помещаюсь. Помещаюсь удобно. Ну, и подлокотник имеется с двенадцатой стеклянечками. Как бы все просто, удобно. Но мне не тесно. Вдвоем здесь сидеть будет шикарно вообще. Втроем, может быть, немножко, ну, судя по всему, придется, может, немножко потесниться. Вообще, очень интересный автомобиль. Поехали дальше. Так, ну, багажник здесь особо интересный такой момент, на котором хочется сосредоточить внимание. Открывается на электрокнопочке. Вот здесь в фонаре спрятан. Открывается вот так вот. Как во внедорожнике. Широко удобно. Вот эта вот полочка фиксируется либо так, либо так. Очень удобно. Сама по себе фиксируется. Здесь полка в багажнике. Вот эта. Может полностью выниматься. Либо же имеет. На трех уровнях можно и фиксировать. На три ступени. Либо повыше. Вот так вот. Либо в самый низ. Его, в общем-то, можно укладывать полностью туда. И смотрим, что под ней. Под ней здесь аварийный набор, то бишь компрессор. Аварийный герметик для шин. Дань современности. Сейчас производители, большинство к этому переходят. Делают автомобили без запаса. Вот здесь вот так. Закрываемся. Двигаемся внутрь. Что вам сказать. Для меня на самом деле это тоже первое знакомство с этим автомобилем. Оно для меня крайне интересно. Потому что я как бы экоэкспорты эти вижу в городе. Там их становится все больше на наших дорогах. Очень интересный кроссовер. Ну, вообще в сфере мини-кроссоверов сейчас определенный такой пик популярности. То есть это компактные автомобили с повышенным клиренсом. Что как бы удобно для наших там реалий и условий. Вот. Форд меня тут приятно удивил. По комплектации есть какие-то фентиклюшки такие разные. Которые, ну, порой, вратуют как-то. Все рационально, все грамотно по-современному. Вот. О том, я только что задумывался, тут пауэршифт, не пауэршифт, коробка. Какая коробка, если машина новая. Вообще, в принципе. Ну, судя по всему, я так понимаю, тоже так успел прочувствовать, понять быстро головой. Еще не ознакомливался сильно. Ну, судя по всему. То есть с этим все связано роботизированная коробка. Экоспорт, эти литровые движки у нас сейчас часто уже применялись там. Я с ними сталкивался на фокусах. Ну, вроде как, уже прошло время, что уже до них можно составить какое-то мнение. Я с Фордами соприкасаюсь редко. Но ездят же вроде все в порядке. Ну, а что касаемо по динамике, сейчас самому интересно проверить, как она поедет. Вперед. Смотрим, что нам сможет подарить двигатель с объемом 1 литр. Мы двигаемся в гору. И очевидно, что от литра, конечно, ожидать чего-то большого, мощного, быстрого, сверхъестественного не стоит. Но мы разменяли сотню. Я считаю, что из одного литра сделали максимум все, что могли. Это, естественно, не ракета, это не быстрая какая-то машина, но достаточно неплохо. А уже если на ней будет ездить девушка, то я думаю, что большего точно, наверное, не нужно. Что скажу. Прикольный и компактный, и высокий. И, так скажем, при своей компактности вместительный. И, очевидно, он 100%, ну, это я без сомнений понимаю, что это экономичный автомобиль. На переднем приводе он, кстати, да. Прикольная машина. Ну, она новая машина. Я, допустим, хоть и больше поклонник японцев, ну, какие-то претензии выдвигать к новому автомобилю не могу. Едет она хорошо. В салоне не шумно, кстати. Пакетка, ну, как бы там бесключевой доступ. Есть климат, есть. Что еще надо? Мониторчик есть. Все, как бы, вроде неплохо. Интересный багажник. На своего потребителя, кого этот автомобиль заинтересует, я думаю, ну, не останется никаких вопросов и сомнений в виде о том, что его нужно брать и приобретать. Классная точка. Классные тачки. Поэтому желаю вам удачи в правильном выборе. Если что, милости прошу к нашему шалашу. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова